Всем привет, на связи МК. Ко мне приехал новенький изогнутый монитор MSI Optics Mag 272CQR. Это мой второй изогнутый монитор. На 35-дюймовый AOC Aigon я делал обзор на канале год назад, а сегодня расскажу про более доступную модель от MSI. Если вы никогда не пользовались изогнутыми мониторами, у вас может возникнуть мнение, что такие матрицы неудобны. Но могу вас заверить, по моему личному опыту, если вы непрофессионально работаете с графикой и ищете себе девайс для игры и повседневного использования, то такая матрица вас приятно удивит. А теперь обо всем по порядку. 27-дюймовый Quad HD монитор MSI Optics Mag 272 поставляется в обычной картонной коробке. Внутри кабель питания, кабель HDMI, кабель DisplayPort, к слову, он довольно короткий, всего полтора метра, шурупы для фиксации ножки монитора и настенного крепежа. Блок питания встроен в монитор. Сборка займет у вас пару минут. Фиксируем ножку шурупами, ставим подставку, затягиваем ее и готово. Вместе с подставкой монитор весит почти 7 килограмм. Есть возможность повесить его на стену или кронштейн креплением веса. Задняя часть корпуса выполнена полностью из пластика. Визуально она разделена на три отдельные зоны с различной текстурой и узнаваемым дизайном. Сразу бросается в глаза джойстик управления, красный шильдик MSI и, конечно же, перфорация с RGB-подсветкой Mystic Light. Но любителей светомузыки сразу огорчу. Светит она тускло, и на стене вы ее увидите разве что ночью. Набор интерфейсов расположен снизу. Тут DisplayPort, два HDMI, есть и порт Type-C для передачи сигнала и питания, разъем под наушники, три USB 3.2, один из которых служит для подключения к ПК и синхронизации со специальным ПО. Подключать все это дело несколько затруднительно, но часто лазить вам туда все равно не придется. Все кабеля пропускаются через отверстие в ножке. Из интересного слева спрятана подставка под наушники. Несмотря на то, что выглядит она довольно хлипкой, свою функцию выполняет, с моими наушниками справляется. Спереди монитор выполнен в классическом стиле. На первый взгляд он может показаться даже безрамочным, но это не так. После включения они хоть и не широкие, чуть меньше одного сантиметра, все же появляются. Монитор регулируется только по высоте и наклону, повернуть его не двигая подставку у вас не получится. На передней панели две кнопки, включение и вторая программируемая с помощью фирменного ПО Gaming OSD, но про него чуть позже, а пока посмотрим на саму матрицу. Монитор получил изогнутую 27-дюймовую VA-панель производства Samsung с радиусом кривизны 1500 мм. К примеру, у моего Egon 1800 мм. Чтобы вы понимали, число, соответствующее радиусу, одновременно является максимально рекомендуемым расстоянием для просмотра. И чем меньше значение изгиба монитора, тем на самом деле круче его изгиб. Вот такая вот история. Разрешение матрицы 2560х1440, скорость отклика всего 1 мс, но не забывайте, что это MVA, и скорость отклика в 1 мс, к примеру, у игрового IPS, будет визуально заметно выше. Частота обновления 165 Гц, что для такого разрешения солидные цифры, но тут следует понимать, чтобы все было идеально, вам понадобится соответствующая карта, способная выдать высокую частоту кадров в 1440p. Разница с обычными панелями в 60 Гц особенно заметна в динамичных шутерах. Максимальный уровень яркости 300 кандел. Объем цветового диапазона sRGB достигает 129%, а Adobe RGB 89%. Для непрофессиональных моделей приемлемыми считаются показатели 90 и 65% соответственно. То есть данный монитор подходит не только для игр, но и для любительской работы с цветом, ретуши фотографий или создания видео с оглядкой на изогнутость. Цветовая температура почти во всех режимах близка к идеальным 6500 Кельвинов. Монитор позиционируется как игровой, и это действительно так. VA матрица отличается отличной контрастностью 3000 к 1. Для сравнения, в IPS панелях хорошо бы увидеть 1000 к 1. Равномерность подсветки близка к идеалу. Раздражающих меня лично засветов, часто встречающихся на IPS, я не заметил. Углы обзора, с учетом того, что это изогнутая матрица, вполне приемлемые. К оформлению и наполнению экранного меню монитора вопросов нет. Оно вызывается нажатием на джойстик, имеет кучу разных настроек и, пускай с небольшими косяками, переведено на русский язык. К примеру, во вкладке «Профессиональный» режим чтения тут перевели как «Рендеринг». В дисплее заложено 10 цветовых профилей, которые разделены на 2 группы. 5 игровых режимов, ролевые игры, стратегии, гонки, шутеры и пользовательский, и 5 профессиональных. В разделе «Игры» есть несколько подменю. Например, система ночного видения, или Night Vision, позволяет засветить черные участки в играх. Также можно настроить время отклика, уменьшить смазывание и так далее. Естественно, можно настроить изображение и вручную. Выбрать источник сигнала, изменить быстрое меню, включить-выключить подсветку. В общем, настроек тут хоть отбавляй. Монитор можно подогнать под свои предпочтения. И, кстати, делать это еще удобнее через фирменное ПО Gaming OSD. В нем можно заранее настроить конкретные профили под запуск определенной программы или игры, включить режим разделения экрана, вывести прицел по центру и многое другое. В целом, с уверенностью могу сказать, что у мониторов MSI одна из лучших реализаций настроек меню. Монитор поддерживает AMD FreeSync второй версии, которая работает и на видеокартах NVIDIA. Она повышает четкость картинки и устраняет разрывы, делая видеоряд более плавным. К слову, на моей RTX 2070 AMD FreeSync заработал. Главное, используйте подключение по DisplayPort. Еще есть поддержка технологии Anti-Flicker, то есть матрица не мерцает. Присутствует также и технология Last Blue Light, которая снижает интенсивность излучения вредного синего спектра. В целом, мне монитор понравился. Если вы ищите Monique для игр или кино, MSI Optics Mach 272 будет отличным решением. Даже без калибровки он показывает достойные результаты. Но если вы хотите, чтобы все было максимально близко к идеалу, файл с готовыми параметрами калибровки я оставлю в описании. Но на глаз изменений вы особо не увидите. У монитора хорошая заводская калибровка профиля пользовательский. Если коротко и субъективно, из плюсов это изогнутый дисплей. Но для некоторых это может являться минусом. Хотя я работаю, играю и смотрю кино на изогнутом мониторе уже год и мне нормально. Также могу отметить высокую статичную контрастность, частоту обновления 165 Гц, широкий цветовой охват, хорошая цветопередача и очень удобное меню и широкие настройки. Из минусов, пожалуй, это цена. Начинается она с 32 тысяч рублей. Примерно на 10 тысяч дешевле можно найти версию Full HD, если у вас довольно средняя видеокарта. Если вам нужен широкий угол обзора по горизонтали, то есть вы, возможно, будете смотреть кино компании в 10-15 человек, то такой моник брать не стоит. Но вот по наклону углы обзора отличные. Про заявленный HDR ничего не говорю, так как при пиковой яркости в 300 кандел этот монитор не может предложить истинного качества HDR, да и преимущество этой технологии явно преувеличено. Но при таком уровне контрастности качество картинки вас точно устроит. И еще из минусов могу отметить, что нет возможности поворачивать дисплей по горизонтали. Ну и если совсем докапываться, лично для меня это невозможно сильно задрать монитор кверху, чтобы получить легкий доступ к разъемам и отсутствие динамиков. Основное время за ПК я провожу в наушниках, а когда их снимаю, хотел бы слышать хоть какой-то звук. Пока пользуюсь им дальше, если будет что добавить, я обязательно вам сообщу в сообществе на YouTube или в нашей группе ВКонтакте. Кто не подписан на нас в ВК, обязательно переходите по ссылке в описании, там мы ежедневно вместе с редакторами публикуем самые свежие IT-новости и обзоры. А если вы ищете готовый ПК по честным ценам, загляните в наш магазин. У микрофона был Михаил Крошин. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!